Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Между обстрелами Авдеевка получила долгожданный свет. Интенсивность ударов снизилась, но до тишины далеко. Фантом большинства. Парламент возвращается к работе. Но есть ли коалиция? Инфраструктурный вакуум? В какую дыру засосало деньги Всемирного банка, выделенные на модернизацию водоснабжения? Начнем с новостей из Авдеевки. В городе заработали все школы, полностью возобновили электроснабжение и в ближайшее время планируют начать ремонт разрушенных боевиками домов. По жилым кварталам уже не бьют грады, но позиции наших бойцов по-прежнему под обстрелом. О ситуации в самой горячей точке на карте боевых действий последней недели расскажет Ярослав Кречко. Последние сутки в Авдеевке военные называют более-менее спокойными. Благодаря относительному затишью в городе удалось восстановить электроснабжение. Со светом Людмила Сергеевна со вчерашнего вечера. Но отсутствие электроснабжения для женщины было не самой большой проблемой. Полдома разгромлено градами боевиков. Отремонтировать, говорит, помогут родные и соседи. Были бы стройматериалы. Все заказали, все замерили, все отдали в горсовет. Обещали помочь. Сначала надо хоть закрыть, чтобы вода, видите, ну что-то находили, где позакрывали. В Авдеевке остаются перебои с водоснабжением. Но, уверяет военно-гражданской администрации, после запуска фильтровальной станции это вопрос времени. Работают в городе уже и над восстановлением интернета. Еще вчера вечером на выезд из города записались 45 жителей. Но утром выехали лишь 8. За неделю активных боев в целом Авдеевку покинули чуть более 250 человек. Тем временем спасатели уже сворачивают часть палаточного городка. Но за неделю люди успели привыкнуть к городку и продолжают сюда приходить. Кто-то возмущается, что уже не кормят, кто-то молча возвращается домой. Подкрепиться в лесах. Там мира. Не надо ничего. Но до полной тишины еще далеко. Хотя по мирным кварталам в эти сутки боевики не стреляли. По позициям украинских военных работали минометы и танк. Выехал танк на прямую наводку, что запрещено минской договоренности. Мы сделали 10 выстрелов и танк скрылся. Проба штурма сегодня не было. Были невеликие диверсионные группы. Скорее всего, это было разведка боем. Чтобы выяснить мои огневые точки, что они изменились или нет. Это были две группы в количестве по 2-3 человека. О полной стабилизации ситуации под Авдеевкой, по словам военных, пока говорить рано. Показательными будут в ближайшие несколько дней. Ярослав Кричко, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Ситуацию в Авдеевке сегодня обсуждали в Европарламенте и Совете министров ЕС. Европейцы призвали Россию немедленно прекратить агрессию, а также заявили о пересмотре санкций против агрессора и речи быть не может. Больше расскажет Алексей Пшемыский. Лишь обеспокоенности недостаточно. Украине нужна поддержка Европы. Об этом сегодня заявила вице-премьер-министр Ивана Клымпуш-Цинцадзе. Она выступила на заседании подкомитета Европарламента по безопасности, где ключевой стала тема ситуации в Авдеевке. Россия показывает, что может дергать за ниточки ситуацию на Донбассе. Это вызов для Европы, это вызов для всех нас. По ком звонит колокол? Колокол звонит по нам. Россия и ее сепаратисты постоянно нарушают режим огня. Гибнут люди. Если еще на прошлой неделе заявления руководства ЕС о ситуации в Авдеевке касались сугубо гуманитарных вопросов, то после рассказа вице-премьера о количестве жертв обычно сдержанные европейцы переходят на куда более резкий тон. У меня нет никаких сомнений в том, что за эскалацией стоит Россия, пытаясь таким образом проверить реакцию новой администрации США. Кремль должен выполнять минские соглашения. Ситуация в Украине обсуждалась и во время встречи министров иностранных дел Евросоюза. Европейские дипломаты дали четкий сигнал. Пересмотра позиций Брюсселя в отношении ответственности Москвы за насилие не будет. Евросоюз должен, и я надеюсь так и будет, настаивать на своей позиции и работать со всеми партнерами, включая участников нормандского формата, Россию и Украину. Я не знаю, какова позиция США, но я четко знаю, какова позиция Евросоюза. Нас всех волнует эта эскалация насилия. Причины и кто спровоцировал обострение пока что не ясны. Однако позиция Великобритании ослабления санкций быть не может. Нужно продолжать давить на Россию. Уже в четверг с визитом в Брюссель прибудет и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Эскалация на Донбассе станет одной из ключевых тем встреч с руководством ЕС. Из Брюсселя Алексей Пшемыски, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. В Верховной Раде уже готовится обращение к иностранным парламентариям об осуждении эскалации агрессии России против Украины. Окончательного текста этого документа пока нет. Его в срочном порядке дорабатывают сейчас в Комитете по вопросам иностранных дел. Тем временем в блоке Петра Порошенко заговорили о возможности военного положения, если ситуация на Донбассе обострится. А оппозиционеры призывают к новой встрече в нормандском формате. Это уже не та ситуация, что была в Виловайске. Все было подготовлено для эвакуации населения. Війська были подтянуты, оружие были организованы. Машина работает, Украина готова. Поэтому все будет зависеть от того, как будет сгострироваться ситуация. Такий вариант возможен. Но на сегодняшний день не мы сейчас принимаем решение. Мы требуем инициировать встречу в нормандском формате, поскольку мы рассматриваем этот формат как наиболее действующий механизм для прекращения сгострирования на всей линии конфликта. Особенно в прекращении трагедии, которая произошла в Авдіївске. Кроме того, мы считаем, что нужно рассмотреть в рамках нормандского формата судьбу дорожной карты, которая была анонсована и планировалась принять ее до конца листопада на заседании в нормандском четверг. Но вот кому в самой ради принимать решение? После двухнедельного отдыха нардепы наконец вернулись к работе, однако похоже в их рядах разброд и шатание. В большинстве делают двусмысленные заявления. Уверяют, что беглецов нет, но призывают коллег вернуться. В другом лагере подозревают, что коалиции не существуют и требуют выложить на стол поименные списки. Продолжит Екатерина Лысенко. Сегодня в кулуарах парламента пусто. Депутатская активность можно ждать только завтра. Но будет ли она, во все обсуждают главы фракции и комитетов на согласительном совете. Завтра открывается новая сессия, в которую нардепы идут со шлейфом старых нерассмотренных документов. А потому и выступления сегодня скорее призывы к работе, чем дежурный список требований. Политичная борьба, оця борьба образов будущего, на который сейчас должен прекратиться в этом парламенте. Дуже главное, чтобы вместо популяризма, вместо этого уже надмирного и восстанавливого патриотизма, а-ля, мы увидели реальную работу. Это количество проголосований важных законов в сфере борьбы с коррупцией, судовой гилки влады, институция, Грахунковая палата. Подивившись и ознайомившись с тем, что пропонуется на цей парламентский тиждень, можно сказать, что это такие, значит, обтекаемые питания, какие стосуются там экологии, какие стосуются природных ресурсов, я не скажу, что они неважливые. Но они, значит, на одне спрямованы, чтобы показать, показывать суспільству, что начебто в парламенте все добре. А все ли хорошо? За время двухнедельных парламентских каникул ряды коалиции покинул бублик, нардеп из БПП, покинул громко, заявив, что за ним потянутся еще порядка десяти избранников. В Народном фронте, а между собой, чеках в коалиции, похоже, ни сном, ни духом. Я хочу сказать так, что ни один депутат фракции Народный фронт не покидал коалиции. В блоке Порошенко тоже уверяют, от них никто не уходил, но активно зазывают вернуться в большинство былых соратников и снова работать широкой коалицией из пяти фракций. Мы не ведем мову про выход народных депутатов с блоку Петра Порошенко с этой коалиции. Наоборот, мы переконуем другие фракции и группы объединяться в единую большую коалицию. Сегодня мы закликали радикальную партию, самопомощь, Батьковщину объединяться, вступить в единую коалицию, расширить эту коалицию. Но покинавшую коалицию, давно себя считают оппозиционерами, да и политические взгляды слишком полярны. Более того, требуют публичных списков тех, кто юридически все еще остался в большинстве. Украинцы просто имеют право поименно знать, кто из депутатов входит сегодня в правлячую коалицию в Верховной Раде. Наша фракция передаст пану Порубию официальный запись про то, кто поименно входит в правлячую коалицию. И мы все эти прозвища передаем практически в каждый регион Украины. И это обязан Порубия дать перелик прозвища, которые входят в коалицию, а не его право или его факультативное приватное желание. У нас в большинстве нет, потому что нет этих 226 голосов, их меньше. Но будут держаться до последнего, потому что понимают, что переобранье парламента – это в условиях, когда часть политических сил втратила доверие у людей, они не попадут в парламент. Хотя наша позиция, что входящий уровень доверия сегодня до парламента, там 2-3% его должны перебрать. Так или иначе, уже завтра депутатам представится возможность показать, способны ли работать. После закрытия предыдущей сессии главы двух фракций коалиции грозились воспитательными мерами, чтобы хоть прогулов не было. Сегодня же на гоняй получили и главы комитетов. За две недели перерыва не все успели подготовить законопроекты к рассмотрению на сессии, а посему, на чем будут работать нардепы в предстоящие полгода, сами они не ведают. Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, подробности телеканал Интер. Назад в будущее. Готовы ли ранее покинувшие коалицию фракции снова стать частью парламентского большинства? И что означают такие призывы самой большой фракции БПП? Об этом мы спросили политологов. Но признают, что коалиции нет и возможно таким образом делает даже такую, знаете, публичную аферту, публичное предложение другим политическим силам, которые оставили коалицию. Насколько они заинтересованы вернуться туда? Большой вопрос, мне кажется, что смотря на рейтинги, большинство сегодня вне коалиционных сил заинтересованы именно в досрочных парламентских выборах. 60% что они будут в этом году. Это безусловно демонстрация той неуверенности, какого-то определенного даже парламентского бессилия, которое сегодня присутствует в коалиции. Коалиции нет, голосов нет. Коалиция находится под загрозой раскола и распада, под тиском обставин вокруг некоторых законов. БПП очень серьезно ставятся к тех процессов, которые происходят в парламенте, к тому, что коалиция хитка, что Народный фронт ненадийный партнер. А если еще додать законы про мовы, радикальные законы, которые тоже могут быть поддержаны, как самопомощь Народный фронт, радикалы, Батьковщины, то тогда вообще БПП остается на такой самоте. Коалиции, где Юрия, нет. За моими чувствами, реально десь 10-15 человек уже готовы выйти. Чему это происходит? Ну, по-перше, мы же ретарники. Если 10-15 человек выйти, то уже приховать, что коалиции нет, уже будет достаточно тяжело. Поэтому в данном случае, конечно, намагаются даже таким образом оголосить, что начать давайте возвращаться, ну, снова там, родина в опасности под новым приводом. Но я ничего, не вижу ничего плохого, что у нас будут перевыборы. Выборы, к примеру, заставили объединиться политиков в Германии. Уже в это воскресенье здесь изберут нового президента. Большинство членов федерального собрания готовы поддержать главу, бывшего главу МИДа, социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера. Удастся ли СДКам занять еще и пост канцлера на осенних парламентских выборах? Вопрос пока. Шансы Ангелы Меркель и Мартина Шульца сравнила Татьяна Лагунова. Когда на носу выборы, споры и ссоры остаются в прошлом, по крайней мере, публично. Ангела Меркель – единый кандидат в канцлеры от ХДС ХСС. Несмотря на разногласия по поводу миграционной политики, христианские демократические и христианские социальные союзы доверили Меркель ввести блок на выборы. Никаких упреков и улыбки на камеру. Ангела Меркель и Хорст Зейхофер провели примирительную встречу президиумов двух партий, чтобы сплотиться перед парламентскими выборами и определиться, с какой программой блок на них пойдет. В нынешние непростые времена мы, ХДС и ХСС, видим, что у нас намного больше общего, того, что нас объединяет, чем различий. Времена для ХДС и ХСС действительно непростые. Блок по-прежнему лидер избирательных симпатий. Но на пятки уже наступают главные конкуренты – социал-демократы. СДКи взбодрили немецкий политикум, неожиданно перетасовав политическую колоду и выдвинув кандидатам в канцлеры, бывшего президента Европарламента Мартина Шульца. Эффект Шульца – такое понятие уже появилось в немецком политическом лексиконе. Харизматичному и энергичному Мартину Шульцу удалось практически невозможное – за две недели поднять рейтинги партии на целых 10 пунктов. За СДКов готовы проголосовать 30% избирателей. Это меньше, чем за христианских демократов, но ведь и выборы еще не скоро. Социальная справедливость, достойные пенсии, более высокие налоги для богатых – это главные предвыборные обещания Шульца. Но куда больше в его пользу играет другой козырь. Банальная усталость избирателей от Меркель, которая руководит страной уже 12 лет. И не исключено, что именно этот фактор сыграет при голосовании решающую роль. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности – немецкое бюро телеканала «Интер». Нормы о повышении пенсионного возраста в меморандуме МВФ нет. В этом уверяет министр финансов. Александр Данилюк сообщил о том, что Минфин вместе с МВФ разработали мотель, которая предполагает привязку не к возрасту, а к стажу. Но ее еще должен поддержать парламент. Напомню, накануне министр соцполитики Андрей Рева заявлял о том, что фонд настаивает на включении в текст меморандума пункта о повышении пенсионного возраста. Министр финансов также сообщил о том, что очередной транш МВФ, а это около миллиарда долларов, уже на подходе, и осталось лишь согласовать технические моменты. А ГПУ пока ищет деньги Всемирного банка, который выделили на развитие украинской инфраструктуры. В постановлении Печерского суда столицы отмечается, что средства направляли нескольким областям с 2007 по 2013 год. Предназначались они для модернизации коммунальных объектов водоснабжения. Следователи подозревают, что чиновники региональных предприятий перечисляли деньги на счета фиктивных компаний, после чего обналичивали через конвертационные центры. Кроме этого, стоимость тендеров существенно завышалась, а в некоторых случаях работы в принципе вообще не выполнялись. А вот как тратят казенные деньги сегодня рассказывал... Казенные деньги сегодня рассказывал премьер Владимир Гройсман. Он сообщил о том, что решение повысить минималку принесло позитивные результаты уже по итогам января. По словам главы правительства, уменьшилось количество безработных в стране, а налоги на оплату труда бюджетникам наоборот выросли, как и число реально работающих предприятий. А чтобы как можно быстрее внедрить решение об увеличении минималки, Гройсман призвал местные власти помогать бизнесу и проводить проверки не для штрафных санкций, а для стимулирования роста минимальной зарплаты. Тем временем промышленные предприятия просят поддержки у государства сотрудники Никопольского завода электросварных труб считают, что для того, чтобы конкурировать на европейском рынке, необходимо существенно снизить себестоимость товара. Но она пока только растет из-за подорожания сырья, энергоносителей и грузоперевозок. Люди требуют, чтобы правительство пересмотрело квоты на беспошлиную поставку отечественной продукции в ЕС. Без поддержки промышленность вовсе может остановиться, так считают и оппозиционеры. Они уже подготовили новый законопроект о спасении отрасли. Промышленность платит завышенные тарифы на газ, электроэнергию, на воду, содержит армию чиновников. И в то же время не делается вообще ничего, чтобы поддержать нашу промышленность. В программе новой индустриализации в том числе поддержка базовых отраслей нашей промышленности. Это, конечно, и угольная, и металлургия, и горнорудная отрасль. Письмо, арестованного в России по статье «Шпионаж» Романа Сущенко, передали генсеку Совета Европы. Адвокат Марк Фегин прибыл в Киев, чтобы обсудить перспективы освобождения своего подзащитного. Все подробности узнаем в материале наших корреспондентов. О том, что постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба передал таки. Турбьенду Ягланду письмо от Романа Сущенко дипломат сообщил в своем твиттере. Он также отметил, что освобождение украинских политзаключенных из России должно стать одним из приоритетов в работе Совета Европы. Инцидентом за пределами политики назвал ситуацию с журналистом глава МИДа Павел Климкин. А Ирина Гераченко сообщила, что работа по освобождению Сущенко идет на всех уровнях. Эту тему поднимают и во время переговоров в Минске. По словам адвоката Марка Фейгина, чуть ли не единственная возможность вытащить его подзащитного из тюрьмы – это международное давление. Прежде всего, со стороны стран Запада. И политические переговоры куда более лучший способ. Тем более, мы об этом знаем по предыдущим освобождениям. Три успешных освобождения. Все-таки свидетельствуют не о процессуальном решении вопроса, а скорее вне процессуальном. Заседание, которое состоялось в Лефортовском суде в конце января, Романа Сущенко оставили в российском СИЗО до 30 апреля. Именно в тот день, прямо во время заседания, Роман узнал, что евродепутаты обратились к Москве с требованием немедленно его освободить. Я только что узнал о резолюции ПАСЕ. Хотел поблагодарить представителей нашей делегации в парламентское сомнение и советую за поддержку. Спасибо большое. Российская ФСБ обвиняет украинца по статье «Шпионаж». Максимальный срок заключения – до 20 лет. В ожидании своего пока неопределенного будущего, Роман продолжает находиться в московском изоляторе спецслужб Лефортова. Катерина Кровец, подробности, телеканал «Интер». СБУ обнародовало перехваченные разговоры боевиков, которые сбили Ил-76 в 2014 году. Как сообщалось, во время посадки самолет загорелся и упал. 9 членов экипажа и 40 военнослужащих погибли. Из переговоров боевиков следует, что именно глава так называемой ЛНР Игорь Плотницкий вместе со своим замом Патрушевым во время командования банд формированием «Заря» блокировали силы АТО. Под их руководством группы боевиков перекрывали авиасообщение в аэропорту Луганска. Послушайте фрагмент этого разговора. Честно говоря, нас слегка озадачили. Они не с той стороны пошли. Уже вторая группа вышла. Сейчас будут сбивать тех, кто взлетает, тех, кто садится. Они зашли со стороны Красного. У нас там никогда не было. А теперь выйдет. Товарищ майор, зашли два борта. Один сбили. Второй сел. Да. Ракет просто со стороны вот этой на ванновке. Больше нет. Три штуки дали осечку. Но борт завалили. МИД и СБУ приняли решение не запрещать Марин Лепен въезд в Украину. Об этом сегодня заявил руководитель аппарата главы службы безопасности Украины Александр Ткачук. По его словам, к такому коллегиальному решению пришли специалисты двух ведомств. Напомню, кандидат в президенты Франции Марин Лепен 3 февраля заявила о том, что не считает нелегальной аннексию Крыма России. Это вызвало широкий резонанс. А в СБУ пообещали обсудить с Министерством иностранных дел вопрос о запрете Лепен въезда в Украину. Но вот сегодня признали нецелесообразность такого шага. А другой кандидат в президенты Франции Франсуа Финьон сегодня извинился за скандальное трудоустройство жены в парламент. Он назвал это решение ошибочным, но настаивает. Пенелопа Финьон честно отработала помощником депутата все эти 15 лет. При этом громкий скандал не заставил кандидата отказаться от участия в президентской гонке. В Астане сегодня рассматривали сирийский вопрос. Судьбу конфликта обсуждали представители Турции, Ирана и России. О чем договорились и что сейчас происходит в Сирии. Подробнее в сюжете. За этим столом переговоров в столице Казахстана делегации из Ирана, Турции и России уже собирались. Первая встреча в конце января успехом не увенчалась. На сей раз к переговорам подключили ООН и Иорданию. Также присутствовали представители Башара Асада и более десятка вооруженных группировок. Участники заседания обсудили ход выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии, особые меры по созданию механизма эффективного мониторинга и контроля в целях обеспечения полного соблюдения режима прекращения боевых действий, предотвращения любых провокаций. Сделку по Сирии тайно заключили Россия и Израиль. Как пишет французское издание «Интеллижанс», договор подписали еще в марте прошлого года. Он касается так называемого «Кодекс соповедения» во избежание вероятности конфликта двух стран. Россия попросила Израиль сохранять нейтралитет в конфликте между Дамаском и сирийской оппозицией, а Израиль настоял на недопущении поставок оружия армии Сирии и Хезбалле. Но официальных подтверждений этой информации нет. Тем временем в самой Сирии продолжаются бои. Основные действия развернулись на севере, где войска Башара Асада практически взяли в осаду боевиков исламского государства в городе Эль-Баб, провинции Алепа, который исламисты удерживают с 2013 года. Но боевики остались заблокированы после того, как солдаты захватили дорогу, ведущую в город. Именно этот путь исламисты использовали для снабжения своих подразделений из провинции Рака и Дейр-Эс-Зор. По последним данным, кольцо вокруг Эль-Баба сужается. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. В гостях у Трампа, за чей счет глава фискальной службы Насиров ездил на инаугурацию президента Америки. Зима? Не слышали. Украина традиционно погрузилась в снежный коллапс. Под полицейским градусом. Чем закончилась погоня трезвых патрульных за пьяными? Пересмотреть нормы потребления газа, которые покрывают субсидии, и поднять их требуют народные депутаты. Соответствующий проект постановления уже зарегистрирован в Верховной Раде. 5,5 кубов в месяц, именно столько составляет социальный норматив, недостаточно, чтобы сейчас в мороз отопить дом. Жители сел боятся превысить лимит, поэтому им приходится ночевать в обнимку с бутылками с горячей водой. Об этом говорит Сергей Каплин. Кроме этого, по мнению народного депутата, нужно поднять минимальные пенсии до прожиточного уровня, до 3200 гривен. Я вернулся до депутатов Верховної Ради с требованием, чтобы мы консолидировалися и начали диалог с урядом, негайный диалог, и подвищили такой размер лимит для субсидии как минимум до 7 кубов. Треба суттєво увеличить минимальную пенсию до уровня прожиткового минимума, тобто до 3200. Мы дали рабочим, селянам, работникам, я вважаю, что наши пенсионеры заслужили на подвищение. Где взяти гроши, нам так само зрозуміло. Боротьба с контрабандою, детонизация экономики. Где Роман Насиров взял деньги для поездки на инаугурацию Дональда Трампа? Выясните этот вопрос Минфин просит детективов НАБУ и НАПК. Такой вояж удовольствия не из дешевых, поэтому Данилюк и хочет знать, откуда у главы фискальной службы такие финансы. А пока суть до дела, глава Минфина готовит заявление в Кабмин с требованием привлечь главу ГФС к дисциплинарной ответственности. Данилюк недоволен тем, как Насиров проводит реформу своего ведомства. То, где он был, стоит приблизительно 250 тысяч долларов. Немаленькая сумма. Чи есть она задекларирована? Если это было безкоштовно, почему именно руководителя податковой службы Украины запрошивают на такой заклад? Безкоштовно. Может, это есть послуга? Может, это есть подарок? Так вот, законодавство забороняет напрямую принимать такие подарки и такие послуги. Ну а против самого Трампа, похоже, зреет бунт. Критиковать миграционные ограничения нового президента открыто решились топ-чиновники и крупнейшие бизнесмены США. Кто теперь в оппозиции? Станет ли Калифорния убежищем для нелегалов? Дмитрий Анопченко выяснял ответы в Вашингтоне. Страна, который день бурлит. На улицах протесты, в высоких кабинетах заговор знаменитостей. Группа высокопоставленных чиновников подписала экспертное заключение для суда. Мол, иммиграционный указ Трампа незаконен. Среди них только что покинувший пост госсекретаря Джон Керри и госсекретарь времен Билла Клинтона Мадлен Олбрейд. К бунту примкнули бизнесмены. Главы крупнейших корпораций, почти сотни фирм, подписали такое же письмо для суда. Гугл, Фейсбук, Майкрософт, Твиттер и даже служба заказа такси Юбер. Все они настаивают, что ограничения для мигрантов нужно отменить. Бизнесмены пишут, именно мигранты стояли у истоков многих самых успешных компаний Америки. И закон является дискоминационным, ведь он запрещает въезд из-за национальности или религии. И еще дальше решили пойти в Калифорнию. Солнечный штат. А в нем при власти противники Трампа-демократы хотят превратить в убежище для нелегалов. Противникам этой идеи сложно себе представить соседство знаменитых пляжей и туристических достопримечательностей с новыми мусульманскими поселениями. Но обсуждают это нововведение всерьез. Штат ресторанов и пляжей. Штат, где солнце светит рекордное количество дней в году. А число особняков знаменитостей зашкаливает. Местные власти на полном серьезе хотят превратить в заповедник для тех, кому в стране не рады. Принимать тот людей, которым отказывают в статусе. А еще выделить территорию для беженцев из Сирии. Поток которых новая администрация пытается остановить. И за это решение вполне могут проголосовать. В Сенате штата хватает и полномочий, и голосов. Сам Дональд Трамп уже пригрозил Калифорнии санкциями. Как вы знаете, я выступаю против городов убежищ для нелегалов. В них плодится преступность. Там много проблем. Если придется, мы лишим их финансирования. Но здесь не все просто. Ведь президент может остановить лишь финансирование из федерального бюджета. А Калифорния и так неплохо зарабатывает. Это штат с самым крупным в стране бюджетом. Но только представьте, 170 миллиардов долларов. 8 из которых уже просто отложили на черный день, как резервный фонд. Поэтому, если Вашингтон и остановит перечисление средств, в Солнечном штате этого могут просто не заметить. Вот только выльется это все уже не в противостояние с бывшими, хоть и знаменитыми чиновниками, и не в спор с бизнесом, а в конфликт Белого дома с целым штатом. Что для страны может иметь куда более серьезные последствия. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. Не так страшен Трамп, как истерики украинских политиков. Нардеп от оппозиционного блока Сергей Левочкин считает, что Украина должна изменить свой имидж в глазах мировой общественности. В своей статье «Украина может выиграть в эпоху Трампа» для одного из американских изданий Левочкин пишет. От изменений в американской политике прежде всего проиграют страны, которые привыкли ждать, пока кто-то решит их проблемы. Украина должна перестать выглядеть источником проблем на мировой арене. Это возможно, если украинские политики перейдут от истерик к конструктиву и приложат все усилия для скорейшего завершения вооруженного конфликта на востоке страны. До окончания войны и без проведения реформ рассчитывать на рост экономики не стоит, отмечает Сергей Левочкин. Ну, пока в стране никак не могут справиться с коррупцией, что ни день задерживают нового взяточника. Сегодня на горячем взяли начальника управления исполнительной службы Волынской области. Он требовал полторы тысячи долларов взятки. Об этом на своей странице в Фейсбук написал генеральный прокурор. Уже известно, что деньги госслужащий просил за снятие ареста с имущества и закрытие производства без уплаты исполнительного сбора. Для проведения операции он привлек юристы частной компании. Обоим должны объявить о подозрении и в ближайшее время избрать меру пресечения. Дрифт на парковке. В Днепре пьяный полицейский устроил гонки с заносами возле одного из развлекательных центров. А затем он пытался скрыться от своих же коллег-патрульных. Чем все закончилось, узнаем от Елены Миндалюк. Все происходило на парковке возле одного из торгово-развлекательных центров Днепра. Водитель «Жигулей» устроил целое шоу. Гонял на скорость вокруг припаркованных авто, уходил в управляемый занос, исполнял трюки. Словом, дрифтовал. Полицейские потребовали гонщика остановиться. Однако тот лишь набрал скорость и попытался оторваться от патрульной машины. Но как только выехал с парковки на дорогу, протаранил дорожное ограждение. Когда у гонщика проверили документы, выяснилось, что он сотрудник главного управления национальной полиции в Днепропетровской области. Вадим Олег Недович, вы употребляли сегодня алкогольные или наркотические вещества? Нет. Вы проходить мета-свидетельствование на месте или в мета-учреждении будете? Нет? Вы отказываетесь? Я вас предупреждаю, что если вы отказываетесь от мета-свидетельствования, то на вас будет составлен протокол по части первой статьи 130. ДТП, повреждение забора, невыполнение требований сотрудника полиции, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. На водителя составили сразу несколько админпротоколов. В автомобиле нарушитель был не один, с коллегой и также нетрезвым. Сначала в местные СМИ даже сообщили, что во время маневров на капоте «Жигулей» находился человек. Но затем в полиции это не подтвердили. Там был еще один работник тоже силовых структур автомобиля, также в нетрезвом состоянии. В соответствии с органами, до каких силовых структур он принадлежит, мы сообщили. Сразу была вызвана инспекция по особому складу Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области. И я думаю, что до этого работника служебная проверка и служебное расследование будет проводить область, что до действий их работника. В патрульной полиции так и не сказали, какую должность занимал любитель спортивного автодрифта. В областном главке тоже отказались рассказать подробности. Лишь сообщили, сотрудника уже уволили. Елена Миндалюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал «Интер» Днепр. Пока украинская полиция обезглавлена, но уже на этой неделе, возможно, получит руководителя. Министру внутренних дел сегодня подали на рассмотрение три кандидатуры на этот пост. А в Кабмин, Кабмин в среду уже, возможно, его даже утвердит. Об этом сообщил секретарь комиссии Евгений Захаров. В числе главных претендентов адвокат и двое правоохранителей. Андрей Вишневский последние четыре года возглавляет Координационный центр по предоставлению правовой помощи. До этого был в госслужбе в рядах Минюста. Второй кандидат Сергей Князев. Сейчас глава департамента уголовного розыска нацполиции. Ранее руководил главным управлением в Ривненской области. И третий, ныне исполняющий обязанности, заместителя главы нацполиции. Это Константин Бушуев. В правоохранительных органах более 15 лет. В 2015-м принимал участие в АТО. В комиссии говорят, что за период конкурса у них появился свой фаворит. И именно на него они сейчас делают основную ставку. Пан Бушуев, первый за рейтингом. Он работает в штабе. И он, из всех, кто был перед нами в интервью, виявил наиболее понимание того, как нужно строить реформу нацполиции. Что нужно делать. Первый, что второй, что третий. Как делать. Что суть, что, если большинство других кандидатов говорили про проблемы, то он говорил про средства их связания. Подробности расследует резонансную историю разграбления нефтеперерабатывающего завода в Мариуполе. До войны это было процветающее предприятие с уникальным оборудованием, которое обеспечивало топливом всю Донецкую область. Но с началом боевых действий у собственников завода возникли проблемы с поставками нефти из России. Предприятие остановилось. И комплексы с дорогостоящим оборудованием передали банку, который ранее предоставил кредит на его покупку. Но ценный актив почти на самое передовое, это слишком лакомая мишень. Прошлым летом на территории завода появились автоматчики без знаков отличия. Они выгнали вооруженных полицейских, которые особо не сопротивлялись. И в течение 10 дней грабили и вывозили уникальное оборудование. Правоохранители при этом преступникам практически не препятствовали. На территорию базы въехало два военных хамера в обе ворота. Зашла группа вооруженных людей в камуфляжной одежде без знаков распознавания. Они поставили под оружие полицию охраны и заставили их покинуть данный объект. Об этом мы получили официальное письменное уведомление. Сразу непосредственно после данной ситуации, когда объект был захваченный, никаких мер по его освобождению, либо по, по крайней мере, блокировке людей, которые здесь находятся, принято не было. В принципе, это было сердце всего этого предприятия. Перерабатывающий завод, тот, который с нефти перерабатывал. Без него это просто пустое. В одни емкости, в принципе, больше ничего. Наша редакция также получила данные о возможном прикрытии и даже организации этого преступления высокопоставленными правоохранителями. Больше подробностей об этой истории завтра в нашем материале. Харьковчане просят не уродовать город новыми памятниками на главной площади. После того, как два с половиной года назад здесь снесли памятник Ленину, власти начали реконструкцию площади свободы. В декабре в спешке объявили блицконкурс. На днях определили победителя. Вот только проект пришелся не по вкусу горожанам. Люди пишут петиции, требуют провести международный конкурс. А сегодня даже вышли на акцию протеста. Обо всем подробнее узнаем от Светланы Шекеры. Постамент, достойный главной площади Харькова, выбрали тайным голосованием. Победила 86-метровая стела, которую венчает фигура ангела с крестом. Известие об этом буквально взорвало соцсети. Харьковчане назвали новый памятник Адароблам и Пшонко-стайлом. Требуют отменить результаты конкурса. Сегодня люди вышли на пикет к зданию Дзержинского райсуда. Судьи не хотят взять к рассмотрению их иск против мэрии. Меська влада пошла на пролом и, власно, подтвердила, что весь этот конкурс в Лапках – это был только способ для легализации этой колонны, этого проекта. Это, власне, главный архитектор города и его брат, который хочет так или иначе потрапить в историю и поставить такое доробление на центральной площади нашего города. Харьковчане с плакатами строят из снега кривую стелу и требуют не уродовать город. И заявляют постамент – плагиат. Путают наш город с другими городами, где стоят такие же колонны. С Киевом, Двелиси, Санкт-Петербургом. Объект украден. Открываете в Википедию Александрийский столб или Александрийская колонна в Петербурге. И к тому же не вписывается в общий ансамбль площади. Все туристы, которые идут в Харьков, они едут смотреть на вот этот сохранившийся модернизм, наш Газпром и наш ансамбль. И сегодня мы можем это все уничтожить. Классика всегда в моде. Парирует главный архитектор города и соавтор проекта. Я вам показываю подборочку колонн. В разных городах Европы, пожалуйста, разной высоты, всю жизнь ставили колонны и наверху ставили кого-нибудь. Ангел с крестом наверху – это хранитель города, объясняют авторы. Под стеллой четыре исторические фигуры. Скифский мудрец Анахарсис, князь Игорь, философ Семен Климовский и автор песни «Девлюсья на небо» Михаил Петренко. Концепция – это история. Это история слабожанщины в контексте истории Украины. Ни сметы, ни срока в начало строительства постамента авторы проекта не называют. Прислушиваться к мнению непрофессионалов, говорят, не собираются. Обязать мэрию учесть мнение харьковчан может суд. После пикета судьи все же приняли к рассмотрению иск активистов. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Украина с Бандерой в Европу не войдет. Так считает глава правящей партии Польши право и справедливости Ярослав Качинский. Об этом он сказал в интервью одному из польских изданий. Качинский убежден, в свое время воины УПА устроили геноцид поляльков. А в последние годы в Украине возвеличивают Степана Бандеру. Польская сторона, как говорит Качинский, долго это терпела, но всему есть предел. И утверждает, что украинский президент Порошенко о такой позиции уведомлен. В отечественном МИДе заявление политика пока не комментирует. Снегопады, гололед и морозы. Непогода снова сковала Украину. И за метели в шести областях ограничили движение грузового транспорта. Коммунальщики едва справляются с расчисткой улиц в городах. Больше знает Станислав Кухарчук. За ночь снега в Киеве нанесло столько, что утром определить, где дороги, а где тротуары оказалось довольно сложно. В столице водители застряли в десятибальных пробках, а пешеходам пробираться на работу приходилось через сугробы. Идем по чуть-чуть. Везде нечищены дороги. Дорога там может быть еще для машин, а для пешеходов нет. Нигде. И эта улица, и даже центральная тоже. Отвратите. Мэр в своем видеообращении заверил, коммунальная техника по мере возможности расчищает снег. Его за сутки выпало более десяти сантиметров. Все коммунальные службы работают в посиленном режиме. Вся спецтехника на улицах города. Но пока не прекратились интенсивные опады, полностью расчистить улицы надто сложно. Дворник Валентина с шести утра не выпускает лопату из рук. Техники на всех не хватает. Уже какое время мы все чистим. Тракторы плохо чистят, плохо приходят. И все. Вручную дорога приходится, и все. Снег и морозу наделали беды и в Черкасах. Тротуары превратились в каток, который сверху присыпало снегом. Тамара Волошина ожидает своей очереди в рентген-кабинет. В больницу пенсионерку привезла скорая с подозрением на перелом ноги. Медики скорой едва справляются с вызовами. Только до обеда за помощью к ним обратились более ста человек. Падают, травмуются, вывихи, переломы, открытие, закрытие, ушибы, все что угодно. Слизко падают, вывихают, и поэтому выходят на улицу хотя бы перед жалом, что не нужно выходить. Жалобы людей чиновников мэрии удивляют. Мол, техника выехала на улицы и обрабатывает их противогололедной смесью. Да и тротуары в пределах своей ответственности почистили. Есть определенная слизкость, но, на жаль, зимой ее уникнуть вообще невозможно. За тротуары должны отвечать владельцы прилеглых территорий. Не лучше ситуации в Крепивницком. Гололедеца на дорогах едва ли не основная причина аварии. Местные власти пообещали, спецмашины выйдут на улицы ближе к вечеру. Тогда же и песок разбросают. А пока просят водителей не парковать на ночь машины вдоль проезжей части. Иначе они окажутся на штрафплощадках. Действительно, два ДТП, которые сегодня стали, на данный час, они связаны как раз таки с погодными умовами. Потому что в двух ДТП автомобили не смогли остановиться, не дотримывались дистанции. И просто не смогли физически остановить свое авто, поэтому нас догнали авто, которое стояло. Как прогнозируют синоптики, снегом Украину будет засыпать еще несколько дней. Мороз усилится, а гололедеца сохранится. Стояслав Пухарчук, Александр Пантелеймонов, Елена Брынза. Подробности телеканал Интер. Сильное землетрясение на западе Турции. Вблизи города Айваджик, в провинции Чинокале, зафиксировали подземные толчки магнитудой в 5,3. Не менее 5000 человек получили травмы, разрушены десятки жилых домов. Местные власти уверяют, что ситуация под контролем. В район бедствия отправлены бригады спасателей. По предварительным данным, в результате землетрясения пострадали 11 сел. Мы сейчас находимся в населенном пункте, где больше всего разрушений. Здесь обвалилось 40 домов. Слава богу, никто не погиб. Тех, кто получил травмы, отправили в больницу. Им уже оказали медицинскую помощь. Как кандидат в президенты Франции телепортировался на встречу с избирателями? И чем поразила зрителей леди Гага на суперкубке? Об этом не только в нашем обзоре. Кандидат в президенты Франции телепортировался на встречу с избирателями. Представитель крайних левых Жан-Люк Меланшон использовал голограмму, чтобы выступить в двух местах одновременно. Голограмма-политика появилась на сцене с луча прожектора. Зрители были поражены. 3D-изображение оказалось очень реалистичным. Команда инженеров из Калифорнийского технологического института разработала необычный дрон, который имитирует летучую мышь. Полет этих животных – вершина воздушной акробатики, утверждают ученые. Скелет дрона выполнен из углепластика, суставы напечатаны на 3D-принтере, а кожаные крылья робота толщиной всего 56 микрон, изготовлены из силикона. Во всем мире обсуждают грандиозное выступление леди Гаги на ежегодном суперкубке. Певица устроила шоу с воздушной гимнастикой, эпатажными танцами и зрелищными костюмами. Для своего выступления использовала 300 квадрокоптеров. Шоу уже успели назвать одним из лучших за последние годы проведения суперкубка. Более 200 спортсменов соревновались в умении летать. Игры ветра в Испании проводят уже четвертый год. Участники летали на вертикальной аэродинамической трубе. Золото завоевала бельгийская команда. Спортсмены говорят, после соревнований чувствуют себя потрясающе. В японском городе Саппора открылся знаменитый снежный фестиваль. Улицы и парки украшают гигантскими скульптурами из ледяных глыб. В город заранее завезли 30 тысяч тонн снега. На создание композиции авторам дается всего 4 дня. Даже если речь идет о Парижской триумфальной арке. Среди экспонатов и архитектурные памятники, и герои звездных войн. И даже снежная голова Дональда Трампа. В Японии открылся отель, в котором посетителям предлагают не только насладиться чтением, но и пожить в книжнем шкафу. Необычный отель-библиотека работает в Токио. Традиционных номеров в этой капсульной гостинице нет вообще. Только спальные места, которые и представляют собой книжный шкаф. Оборудованы матрасом и лампой для чтения. Ночь в отеле стоит около 40 долларов. Редкие белые львята из зоопарка Магдебурга впервые появились на публике. Всего их четверо. Три самца и одна самка. Такой окрас малыши унаследовали от своих родителей. Киара и Магдеба не спускают с них глаз. В природе такие львы выживают крайне редко. Они слишком заметны и часто становятся жертвами браконьеров. Сапфировый юбилей у самой известной в мире королевы. Елизавета II сегодня отмечает 65 лет своего монаршества. Впрочем, для нее это и грустная дата, день смерти отца. Наш сапкор Оксана Кундеренко расскажет о том, как прошел этот день в Лондоне, чем занималась сегодня королева. У нее сплошные юбилеи. Только недавно британская королева отпраздновала 90-й день рождения. И вот очередная круглая дата. 65 лет на троне. И это рекорд. Так долго еще никто из ныне живущих монархов не правил. Меня очень порадовали и растрогали те многочисленные поздравительные открытки и сообщения, которые я получила. Никаких масштабных мероприятий в стране не проводят. Но в столице рядом с королевской резиденцией играли военные оркестры и стреляли старинные пушки. Все эти торжества скорее для подданных, для широкой публики. Ее Величество сегодняшних мероприятий в Лондоне не увидит. В Букингемском дворце ее нет. Елизавета II проводит день в тишине и уединении в частной резиденции с Адрингем. Уже давно многие из ее королевских обязанностей возложили на себя дети и внуки. В эти выходные Уильям и Гарри проводили эстафету на стадионе, а сегодня отправились в младшую школу. Малыш Джордж называет ее Ганган. Она всегда оставляет маленькие подарочки в детской комнате, когда мы приезжаем в гости. И это показывает ее настоящую любовь к семье. В Великобритании по случаю сегодняшней даты выпустили памятные монеты номиналом в 5 фунтов. Все уже раскуплены. Это первый сапфировый юбилей в истории британских монархов. И эту монетку официально одобрили в Букингемском дворце. Сегодня презентовали новый официальный портрет Елизаветы II. В сапфировый юбилей ее величество в голубых сапфирах, подаренных отцом на свадьбу. Кстати, в этом году у нее еще одна дата. 70 лет брака. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. На сегодня это все. Я желаю вам побольше хороших новостей. Прощаюсь до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова